Всем привет! Меня зовут Зоя и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня немного грустная тема. Но это такие дела, которые являются неотъемлемой частью нашей жизни. Чао, Антонио! Пришел мой Антонио. Грация, грация. Такой заботливый, положил мне яблоки. Принес мне еще яблоки, чтобы мой натюрмурт был еще красивее. Грация, грация, нови. Чао, чао. Грация, грация. Чао, чао. Бонжорно. Чао, чао. Антонио пошел готовить обед. Ты даю препарали манчари? Да, да. Но об этом чуть позже, о поминальном Дне Итальянцев. Сейчас, 31 октября, будет праздник Хэллоуин. И символ этого праздника – тыква. По преданию кельтов, ну и других древних народов, 31 октября, в ночь на 1 ноября, можно зажигать священный огонь. Он якобы отпугивает злых духов. Ну вот, мы так и делаем. И чтобы сделать приятным святым духам, чтобы их ублажить, я поставила им фрукты. И в эту волшебную ночь надо обязательно загадывать желания. И говорят, что они сбудутся. Сразу за Хэллоуином у итальянцев есть такая традиция – поминальный день – это 2 ноября. Если мы отмечаем родительский день после Пасхи на 9 день, то у итальянцев совсем другая традиция. 2 ноября они отправляются на кладбище, чтобы почтить память своих усопших. Это захоронение в земле. А после кремации прах хранится вот в таких клумбариях. Ну, это склепы. На кладбищах никто не приносит еду или какое-то питье. Приносят только цветы. Однажды у меня произошел такой случай. Облажалась. Потому что хризантемы, когда я жила в Крыму, были моими любимыми цветами. И когда наступала осень, в сезон хризантем, я всегда покупала несколько букетов и расставляла по дому. И мне это очень нравилось. А вот когда я приехала в Италию, и вот мы уже стали жить с Антонио, и гуляя по рынку, я увидела прямо, ну, очень много цветов. Чао. Продавали хризантемы. А, ты знаешь, что я хочу сказать? Ты рекорди, когда первая разница я хотел купить хризантемы? И когда я попросила у Антонио купить цветы, дико, когда ты хочешь купить фиори, ты что сказал? Ты сказал, но нет, фиори здесь просто для смерти. Он сделал... Он сделал... фиори joyе, ты понимаешь, что здесь в Италии. Антонио говорит, в то время у него стали круглые глаза, и он мне сказал, ты что? Вот как сейчас она говорит, эти цветы для мертвых, для мертвых, они не для веселья. И у меня пропало желание покупать такие цветы. И сейчас вот, когда идешь на кладбище, все несут именно хризантемы. Ну, конечно, еще какие-то другие живые цветы, но в основном это хризантемы. Вот такое разнообразие хризантем продаются прямо у входа на кладбище. Выбор очень большой. И вот здесь сколько я хожу, сколько мы ходим к нашим родственникам, знакомым, и даже вот гуляя во двориках и на балконах, мы нигде не видим, чтобы росли хризантемы. Так что в Италии хризантемы – это цветы для мертвых. Что-то стало жарко. Сразу после Хэллоуина отправляются на кладбище с хризантемами. Я немного расскажу вам о том, как итальянцы хоронят своих усопших. В последнее время большая часть итальянцев кремируют тела своих усопших. И вот, чтобы кремировать тело, этот процесс стоит 700 евро. После кремации, там занимает несколько дней, выдают урну, и эту урну надо захоронить тоже на кладбище. Для этого покупают место. Это такие стены, в которых есть отверстия. Называются они колумбарии. И стоит вот это место, ну, тоже где-то больше 300 евро. Ну, опять же, всё зависит, наверное, от расположения. Мы однажды участвовали в этом процессе, и я цены знаю. И причём вот в этих колумбариях ставят несколько урн. Например, если умер родственник, и ставят туда урну с прахом, и когда умирает другой родственник, надо вскрывать вот этот колумбарий. Приходит в специальное рабочее кладбище, открывает, ставит туда эту, ставим туда эту урну, и закрывает. И за это тоже надо заплатить деньги. Это тоже стоит где-то 200-300 евро. И ещё такой интересный момент. Мы пришли на одно кладбище, там вспаханная земля. Вот как на фото. Я так удивилась, говорю, Антонио, а что это такое? И Антонио мне говорит, ну, это очищают землю. И однажды нам пришло письмо, чтобы мы явились на кладбище, там, где был захоронен родственник Антонио. Такой процесс. Вот если хоронят человека, не сжигая его, через 10 лет приходит оповещение о том, чтобы родственники явились, тело сожгут, ну, там, что осталось, и дадут урну с прахом на руки для дальнейшего захоронения. И вот за этот процесс тоже надо заплатить деньги. Вот Антонио платил 760 евро. А если родственники не откликнулись, не пришли, чтобы перезахоронить вот тело, взять этот прах, пепел, тогда все равно кладбище чистится, и вот таких, вот скажем, безымянных сжигают, и где-то, наверное, я уже не знаю, как, этот пепел хоронят в какой-то общей могиле. Традиции у итальянцев, они не поминают едой. У них нет, и они не отмечают 3 дня, 9 дней, 40 дней, и, конечно, не готовят, не накрывают столы. Они просто ходят в церковь и заказывают месу. Ну и, конечно, отправляются на кладбище и относят туда цветы. Антонио, ему приходит счет один раз в год за услуги кладбища, и отдельно приходит счет за свет. Если вы обратили внимание, около каждого колумбария такой маленький плафончик, под которым горит электрическая лампочка, и вот за год где-то приходит счет на 15, на 17 евро, ну, что-то вот в этих пределах. Наверное, зависит от того, сколько дней в году. Вот такие порядки на кладбище у итальянцев. Вот еще год тому назад здесь в ночь с 31 октября на 1 ноября ночью ходили дети ряженые. На них были костюмы ведьм, вампиров, ну, в общем, всякой нечистой силы. Они приходили, звонили в дверь и кричали «Дольче-то скирцетто», то есть сладкая шутка. А мы должны были выйти и бросить им конфеты, и можно и мелочь. Ну, мы бросали конфеты и мелочь. Но в этом году, я думаю, детки ходить уже не будут. И все из-за этого коронавируса. А у нас такая красивая осень. Полюбуйтесь вместе со мной на ее красу. Я с вами прощаюсь. Желаю вам всем всего самого доброго. Подписывайтесь на мой канал. Будьте здоровы и с праздником Хэллоуина! 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 Продолжение следует...